Это очень большой вес, даже если он пять раз сделает. Давай еще раз, давай. Здорово всем, друзья. Кто не понял, я в Москве. Сейчас будем с Юрой снимать. Хочет тренировку ног, хер его знает, сейчас посмотрим. Я ноги тренировал три дня назад. Юра говорит, смотри, я тебя сейчас научу, как приседают качки. 60 килограмм. Кадр. Все-таки с Юрой мы сейчас будем тренировать ноги. Я ноги тренировал не так давно, но тем не менее, уже говорил, ноги я тренирую обычно повтором на 15, но я так подумал, Юра предложил, сейчас посмотрим, что я сяду там, повтора на 4, на 5. Первый подход 60 килограмм. Сейчас я вам все расскажу про этого человека, про этого дрища, который вам рассказывал все эти годы, как надо качаться. Посмотрите, это все не чистый присед, это наверняка тут какие-то есть хитрости, какие-то витамин С он обязательно принимает в нелегальных дозировках незаконных. Вот, видите? Не, ну конечно, конечно, в таких кроссовках я бы 500 килограмм приседал. Моя методика, ты специально поставил камеру ниже, чтобы я не попадал в кадр и не поставил. Это про что спироидмена говорит, ты специально ракурс подбираешь. Я подбираю, чтобы рука была больше, Юра, у меня. 80 килограмм, как я уже говорил, я разминаюсь больше, но тем не менее. Мы видим, что Влад уже использует читинг, он надел на одну ногу секретный бинт, который прибавляет 30 килограмм. Значит, в этой зарубе уже у меня не будет шансов, если я не смогу такой же бинт достать. Ну что я могу сказать с методической точки зрения, если серьезно говорить. В принципе, колени выходят вперед у Влада немного. Может быть, стоит пересмотреть технику, учитывая, что колени побаливают, на тазо доминантный присед. У тебя все-таки немножко он в колени идет. Поэтому жопа растет обычно. А если будешь приседать как я, будет жопа расти, но колени болеть не будут. Это знаешь, у нас харьковская вставка есть. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Супер ракурс. Пожаловался только что Юре, короче, что у меня все пиздец. Все болит. Колени болят. Не могу приседать. Надо много есть, чтобы приседать. Ну, в общем, не знаю. Сейчас посмотрим, сколько я сяду с моим коленом. По пять раз, в принципе, как по мне, это для меня совсем реально. И так, друзья. Здесь у нас Юре. 130 килограмм. А ну, давайте параллель. Здесь параллель. Кто там что-нибудь не говорил. Отлично. Так, ну, мне, наверное, 130. Это дохуя. Ты не нуждаешься в страховке? Вот. Что я могу сказать? Что вот у Влада немножко колени больные. Но он приседает все равно в колено-доминантном стиле. Колени идут вперед. Хотя я бы сказал, что при такой постановке штанги он мог бы... Ну, хотя вот с большим весом у него техника, смотрите, значительно сместилась в таз и стало практически идеально. Хорош. Как ты себя чувствуешь? Не больно? Вот видишь, как целебная сила спасокуковости на тебя подействовала. Спасокуковости. Ну, что, я бы по 30-130 попробовал. В принципе, идет. Я говорю, Юра позвал эксперта. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай, давай. Так. Говорит, тренер мой. Видите, у каждого тренера есть свой тренер. Ну, дядька здоровый. Судя по его жопе, видно, что он много приседает. Что это, пикер себе позволяет? Ха-ха-ха-ха. 130. Так, давайте, расскажите мне, что я дрыщ. 130 надо вообще приседать или не надо? Как думаем? Сейчас мы ремень найдем. И с ремнем сейчас ебанем. Дело в том, что, поскольку с Юрой вместе приседаем, основная проблема, короче, поставили выше, чем мне надо, стойки, блядь. Мне приходится на мысли остановиться. Могу-то снимать. Ну, как он сказал, у него сегодня легкая тренировка. Легкие ноги. А у меня, блядь, тяжелые. Сейчас будем ставить ниже и будем не башить. 140. Будем пробовать. Ёпта. Что, да, отстану? Ребята, вы отнеситесь к этому моменту с уважением. Потому что я специально сел на поперечный шпагат, чтобы попасть в камеру. И Влад с таким весом, насколько я понимаю, приседал никогда. 10 лет назад. 10 лет назад, это почти никогда. Поэтому поймите, что мы... Это мы снимаем для вас, шутим. На самом деле момент серьезный и ответственный. Поехали. Друзья мои, теперь я вам рассказываю, как все было на самом деле. Не в кадре, а за кадром. Влад говорит, давай, может, сегодня не будем качать ноги, потому что ноги, в принципе, не качаю. Ну, я говорю, ну, может, легким весом. Но он говорит, ну, ладно, если килограмм 80, я приду. Потом он приходит в зал, начинает размяться, говорит, давай 140, хватает 140. Я вижу, что... Я пытаюсь его остановить. Говорю, Влад, стой. Хреста ради, помилуй. Он такой, ты же говорил, безопасность, там, колени. Ради такого дела ничего уже не жалко. Друзья, все для вас. Все для вас. Сейчас один очень известный спортсмен покажет нам не менее известные упражнения. Не до конца вверх. Почти до конца вверх. Да, идеально. Не шесть разминка, поэтому 10, можно даже 12 разминаться. Это упражнение невероятно прокачивает бицепс бедра. И теперь у Влада будет невероятный бицепс бедра. Сначала 140 он поприседал. Теперь покачает бицуху на ноге. И будет его хотеть показывать. Ребят, реально классное упражнение. Единственное, бля, ну я вам скажу, его еще найти надо. То есть, к сожалению, вот я живу в Харькове. У нас в Харькове, к примеру, такого упражнения нету. Видно, видно. Все, заебись. Будут у Юрки бицепсы, как у меня на руках. Обратите внимание, на рабочей ноге носок ноги должен быть вот так, а не вот так. А я вытягивал? Нет, я не обратил внимание. А, ну это понятно, что... Друзья, Юра говорит, если его сейчас не слышно, что на рабочей ноге носок должен быть на себя. Для того, чтобы икроножную исключить из работы. Я вам скажу, в любых упражнениях на бицепс бедра, если вы, к примеру, делаете сгибание лежа, да, если вы делаете сгибание сидя, то же самое, носок на себя, для того, чтобы икроножная не работала, правильно? Вот. И что ты думаешь? Я же им написал, типа, что, давайте зарубимся. И они все мне такие, мы не зарубаемся. Сейчас, короче, ты понял? Тигры, блядь. Наверное, наверное. Ой, друзья, я говорю сейчас Юре, что, короче, когда ехал, написал много кому из этих... В род ту дрим, что, типа, давай зарубимся. И мне почти все отписали, что они сейчас не зарубаются. Наверное, у них цикл восстановления. Многие блогеры действительно относятся к зарубам очень сложно. Например, кто-то боится быть побежденным. Кто-то боится, что он, видите ли, такой великий спортсмен, что если он проиграет, то все. Никто его больше не будет уважать. Я считаю, что это полная фигня. Ну, еще многие боятся скандалов. Многие боятся скандалов, которые возникают из-за заруб. Вы прекрасно помните, какие скандалы были с Войтенко, со Шреддером. Когда с ними зарубы проходили, они начинали нервничать. Алексей снимал видео какие-то обличающие, что блины были пластмассовыми у противника, что он был на курсе. Войтенко вообще на соревнования не пришел, когда договорился о зарубе. Че? Слился просто. Если человек адекватный, никаких проблем не будет. Это у нас заруба на бицепс бедра идет, да? Знаешь, мне некоторые любят рассказывать, я чемпион зала по жиму штанги лежа с 5 до 6 в субботу. Смотри, ну вот честно, как ты считаешь? Я же это упражнение длительное время не делал, да? Я это упражнение длительное время не делал. Но я сейчас поднимаю, у меня больше вес, чем когда я его делал полгода назад, а потом перестал. Может быть, бицепс бедра растет за счет приседаний и жима ногами, допускаешь ты такое? Ну вот смотри, когда у меня ноги прям сильно болят, ну колени воспаляются, я стараюсь начать с приседаний. Вот знаешь, некоторые типа, вот я там делаю разгибания, сгибания, я могу делать 2-3 подхода по 50 раз, чисто кровь погонять, а если вот реально качать, я лучше сделаю объем на приседания по 20 раз, и все, и больше ничего, реально. Чем, к примеру, буду отдельно прорабатывать с маленьким весом? Вот для колена так лучше. Поэтому, когда я начинаю что-то делать, какой-то, ну, например, приоритет ставить, ты понял, в одном упражнении, то я с приседаний и начинаю. Приседания румынская тяха. А потом уже, когда организм выносит это, могу добавить вот изоляцию. Давай сделаем подъем на пицепс за руку. На подъеме на пицепс. Так мы уже делаем. Ну вот сейчас с этим весом, кто больше сделает, давай. О, блядь. Друзья, чтобы вы поняли, тут на секундочку 30 килограмм на каждую ногу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Чувствую, домой на такси поеду. Девять. Десять. Раз. Два. Хватит. Двенадцать. Я уже другую ногу сделаю, а то это, одна будет накачана или болеть, да? Больше, чем другая. Но это же не рука, ты понимаешь? Обвинять не в чем тебя будет. Оу май. Три. Четыре. Пять. Шесть. Будем сейчас рекорды бить. Клуба Раккомета. Есть. А можно сказать, что там еще где-то один был в запасе, поэтому вот я должен 12 килограмм делать. Друзья, ну вы меня знаете, да? Что если надо что-то делать, то надо, блядь, разрывать всех. Короче, вот 15 раз или я остаюсь здесь ночевать, блядь. Реванш. Месть. Месть за удержание. Месть. Ага, держи. Сейчас Влад не смог победить меня в удержании штанги. Он пошел быстренько в раздевалочку. Поставил себе какой-то укол в ягодичную мышцу, витамина С. И сейчас будет делать. Четыре. Шесть. Семь. Давай, давай, давай. Восемь. Десять. Чуть-чуть осталось. Два. Хары. На вторую ногу оставь. Да. Сейчас второй ногой не сделаешь. И все, не зачет. Посмотрите, по-моему, парень выложился больше, чем я. Ему был нужен этот реванш. Посмотрите, какой трицепс. Вот он сейчас стоит. И как бы ни означает, трицепс-то торчит. Давай, Влад, за тебя болеет все подписчики канала Влада Демина из Посокугоцкого. И еще до хрена людей. Давай, давай, работай. Подключай читинг всем телом. Очень хорошо. Шикарно вообще. Считаю, что это было вот прям не ожидал. Не ожидал. Но вырвал победу, можно сказать. Вырвал. Но если бы не я, ты бы так не покачал бицепс бедра, согласись. Я бы его не сталкать. И приседания бы не стал 140 делать. Я бы его не сталкать, друзья. Ну, нахер этот пиццу. Поэтому эти встречи очень полезны для развития. На разгибании? На разгибании? Не, не, пресс-то не мое. Я что, похож на спортсмена? Так, друзья, короче, Юра бросил вызов. В разгибании. Говорит, давай, берешь одну плитку и ебашешь 50 раз. Пытается отыграться. Сколько ты сделал? 40 на 10. Первый подклад. Идем по очереди. Давай. Давай, это я могу. Сейчас Влад попытается поднять этот невероятный вес. Я, конечно, считаю, что это нереально. Он этого не сможет сделать никак. Но, даже если сможет, все равно еще это не предел. Там еще есть блинчики. И мало кто может это выдержать. Так, первый раунд ничья. Давай, смотри, блин. Давай, зачем подберем? Давай сразу 80. Давай, ну хотя бы 3. Давай, 70. 4, блин. Давай. Сейчас. Видите, он принимает какую-то добавку. Вот это поворот. Это докторник. Ты что, с ума сошел? На турашку Юра говорит. Не то, что я пью какую-то кулю. Это было 61 на 10 раз. Мне кажется, уже все. Сразу сдавайся. 60 ему не поднять, ребята. Ну, посмотрите. Он уже сделал приседания. А, не, ну, если с этой штучкой, с наколенечком, конечно. Он уже сделал приседания. Уже сделал сгибания. Куда ему тягаться еще? Силы воли просто уже скоро не будет. Она закончится. Ну все, мой друг. Это... 4? Это жестокая месть. Еще 4. 89. Я не хочу закисляться, я лучше пойду сразу в стол. Ты меня сейчас закисываешь, лежишь, и я потеряю пластичную массу. Нет. Юра говорит, здесь методика работает не так, короче. Только по методике. Или только по методике. 2, 3, 6, 7, 8, 9. Кстати, кто не понял, снимаем одним кадром без перерыва. Тяжелее, тяжелее. Силы бойцов уже на исходе. Поможет ли заветная бутылочка Владу и наколенничек принять вызов гиганта? 89 килограмм. 5, 7, Влад не сдает позиции, он борется и поет песни Майкла Джексона. 110. Знаешь, что такое Владимир Шманденко? Конечно. Я говорю, ты у нас становую тянешь там по 700 килограмм. Давай посмотрим, насколько спина сильная, там все дела. И как раз потренируем ее и сделаем становую. Я знаю, что он вроде бы 300 килограмм становую тянет. 280. Я на него снимал разоблачение, ты понял, и я только из-за того, что он столько тянет, сказал, что он химик. Он же типа, не, ни хуя, все дела. Ну, у каждого свое мнение. Вот. Но у меня, оказывается, пищук тоже натуралом оказался, судя по анализам. Вот. Поэтому я ему говорю, давай посмотрим становую тягу, если ты столько тянешь, значит, спина, прикиньте, какая спина должна быть. Я говорю, давай, я становую не делаю, типа, и зарубу ебанем. Он что-то думал, думал, и в результате... А какой смысл тебе был с ним зарубаться, там где заведомо ты не можешь конкуренцию составить? Ну, я никогда становую на максимум не тянул, первое. Всегда можно попробовать, что она как-то может упрестись, да? Ну, я подумал, что я тяну 150, а с ним потяну 250. 110. Фу, блядь, ну уже до хуя, конечно. Видите, нечестно, Юра, Юра шеей тянет. А мы по 10 договаривались. Баранда без шеи. Чтобы искупить свою вину, я добавил два раза без шеи. Появилось новое условие. Не шевелить шеи. Давай. Давай, давай. Соберись. Оп. Ты. Видите, у него другая методика, подбородок вверх. Так, хорошо, хорошо, хорошо работаем. Шикарно. Так, Что там дальше идет? Все? Ставь уже все. Все, все. Хотелось бы обратиться еще раз, уже в третий раз, к зрителям канала Влада Демина. И хотел бы обратиться к нему лично, с просьбой, во время заруб, не повышать свои личные рекорды, более чем на 20-30 килограмм. Потому что я бы не хотел, чтобы все кончилось плохо. Все-таки свой рекорд. Я когда пожал лёжа 180, в пике своей юности, так сказать, у меня было, я тогда был на курсе, у меня было такое ощущение, что это далеко не предел. Но я себя остановил усилием воли. И вот я жив. По ощущению, мог 200 пожать. Ронни Колман бы меня осудил, конечно. Сказал, мало сделал. Фух. Ну, друзья, просто я такой азартный человек. И особенно, если где-то есть конкуренция, блядь, то я думаю, я бы если шманденко затянул бы, вот, здорово. Если бы надо было. Фух. Ну, я думаю, сейчас... Такие позвоночники, это же серьезная штука. Нет, ты понял? Я когда чувствую, что спина выпала, я бросаю. То есть я... Когда слышишь галактирный звук выпадающей спины, в трусы, да? Сыпятся кости какие-то. Мне понял? Было не столько встаново, интересно. Сколько вот все люди типа кричат, что, мол, если человек многостановую тянет, то у него типа сверхупер спина. Вот. А я на борьбу в свое время занят... Ну, ходил долгое время, у меня спина очень сильная. То есть не считая разгибателя спины, там, ну, именно тяновых, в становых, я тяну очень много. Я хочу опровергнуть эту теорию. Дело в том, что, насколько я понимаю, Вова тянет в сумо. Да. Я тянул в сумо сам недавно, полгода, полгода учусь. У меня начали растянуть, и спина вообще перестала работать. Меня приходится отдельно качать. Ну, вот это хотелось и показать. Ты понял? Потому что у меня... Если бы в кластике зарубились, ты бы его там сделаешь. У меня спина сильная, и я понимаю, что там гантелю, я бы, ну, килл до 70, может, потянул. Я вступаю. Юра говорит, сейчас порвет здесь зал. Давайте смотреть. Блядь, друзья, дау я, я вам скажу, прям, блядь, прям много. Фу, блядь. Я делаю, короче, поняли, за коленом слежу. Восемь, девять, фух, пиздец. Ой, как и дядя, что они забили сюда. Ты понял? На последнем повторении хочется сказать, как этот, Курильсин. Давайте опять камеру выключим, мы уже тоже поговорим об этом. А теперь камеру надо выключить. 124 килограмма. Давай. Давай, Влад. Как вы себя чувствуете, Влад? Влад. Друзья, Красава. Хотел тебя познакомить со своим другом. Это Артем, он отжимается на бруссер, на себя вешает. Сколько ты отжался? 152 килограмма на себя. А кто 160 отжимается, он больше весит или это другая федерация? Ну фишук, он 165 делает, пусть фишук приедет на соревнованиях сделать. Армрестлер, у него тут сухожилие вот здесь накачано, оно не видно. Да, реклама. Я не саду и на бабки предлагаю, сейчас на протеин там побороться, не соглашайся. Просто смотрел, как он там память делает. Ну то есть там они только опустились ниже 90, и сразу стартуют. Там такого как в Шиме нету, я так понял. Нету, но все равно судьям по-разному судят. Просто как судили меня, у меня была пауза, боковые подняли флажки, а главное еще так смотрят, и я не сделал. Я тоже уже не знаю. Серьезно, я не смог. Блин, не знаю почему. А сколько делал? 152. Это был второй подход. И в третьем я все-таки, ну, настроился получше и сделал. Я хочу добавить, что когда я на соревнованиях вот это с паузой делал, то тебе кажется, что судья тебя валит вообще. Я думаю, всем кажется. А когда ты смотришь запись, то менее драматично. Согласен, абсолютно. Ну, когда ты, тебе кажется, что тебя просто валит. Да, есть такое дело, но все равно. Я специально проанализировал момент по секунду, там до сотых секунд. У меня пауза на четыре десятых секунд блинше, чем блинше. Две сотых, то тебя точно спизднели. Четыре десятых, бля, это много. Так, Юра ебашит все блины. Я со своими низкими сломанными, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, есть. Мне кажется, что это было или отказ, или очень близко. Знаешь, как у меня один клиент говорил, говорит, я отказываюсь. Ты понял? Юра отказался в конце. Он может сделать 15 раз, да даже 11. И будет точно понятно. Да ну, блядь. Вы поняли вообще вызов, как бросает человек? Почему бросает? Я говорю, что если ты 10 сделаешь, это не то будет. Вот, конечно, Юра, вот хитрый Юра. Держи. А вот если захочет Влад сейчас победить, ему надо... И опять начинается, смотрите. Сейчас я сейчас за кадром показываю. Скрытая камера. Притрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним. Там допинги, допинги идут. Остановишь равновесие силы, а не вверхнешь ее во враг. Так бы я тоже сделал 11 раз. Ладно, друзья мои, шутки в сторону. Это очень важный момент. Когда ты будешь делать, можно тебе анекдоты рассказывать? Да можно, блядь, хоть я не знаю. Вообще уже не услышит, да, я понял. Мне напоминают, это те тренировки, которые у меня когда-то были с напарником. Вот эта тема, друзья, тренировка с напарником, это мотивация. Каждая тренировка это соревнование. Давай, дружище, давай. Это очень большой вес. Даже если он пять раз сделает. Три, давай. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай еще раз. Давай! Сверхчеловеческим усилием Влад вырывает эту победу в зарубе с мастером спорта. Я за шею беру и у чувака ломается позвонок. Все падают. Вывели, сказали. Нельзя с такой силой участвовать в соревнованиях. Скромным чемпионом мира и Европы. Был мастер спорта уже по греко-римской и по вольной борьбе. Я за 19 минут трижды окатил земной шар. С посококотским юрцом. Я ниндзя. Книги Гиннеса меня вырвали все страницы, где я участвовал. Вы можете сказать какое-то... Как вам удалось добиться такого результата? Ой, знаю. Никак. Вот тогда. Давай какое-то заключительное слово, чтобы если сейчас придут... Что-то ты плохо стоишь, братан. Обратите внимание, что прямое положение тела плохо дается Владу. Только, блять, напишите, что у меня нет ног. Только напишите, что у меня нет ног. Я вас всех нахуй пошлю. Вообще, вообще, никаких. Давай сидя настрой, чтоб ты сидя был виден. Ну что, друзья мои, так прошла очередная легендарная заруба между блогерами, которая состоялась в удержании грифа, приседаниях, разгибаниях и сгибаниях ног. Не совсем обычные упражнения, но атлетам все равно в чем соревноваться. Хоть в армрестлинге, хоть в прыжках через скакалку. Правильно? Друзья, это знаете? Иногда бывает, кому-то из блогеров пишешь, и они типа, ну в чем мы будем зарубаться? Ну вот, я вчера писюн тренировал. Пиздит. Ну вот, вчера воздержание у меня было. Пиздит. Ну вот, блять, еще. Заметьте, друзья. Зарубаться можно всегда, везде и во всем. Главное, чтоб было желание. Поэтому, если желание есть, всегда можно в любом упражнении зарубиться. Я не знаю, вкладся они, блять, пульта. Главное, чтоб было какое-то состязание. Чтобы это было интересно. Некоторые люди, они просто не могут по фану просто соревноваться. Фух, бля. И проигрывать многие не умеют. Вот что плохо. Часто некоторые не хотят зарубаться в том, в чем, знаешь, не уверены. И в чем думают, что проиграют. Вот, ребятки, я ноги начал тренировать по моим видосам, я уже говорил, два месяца назад. До этого я нихера не делал. И мне было похер вообще сегодня, я проиграю или выиграю. Самое главное сделать все и выжать из себя все. Да. Фух, бля. Смотрите, вот он в приседаниях очень сильно уступал. В силе хвата он тоже понимал, что там... И тем не менее он пошел, это сделал. Я считаю, что никакого поражения все равно нет. Никакого для репутации человека, который проигрывает, но выкладывается на 100%, ничего нет. Ты согласен? Абсолютно согласен. Ну, вы же понимаете, да, кроме приседаниях я, Юра, выиграл. Выиграл. В сгибании, в разгибании. Во всем. Во всем. Во всем. Фух. Ну, в силе хвата да. В силе хвата да. Ой, друзья, я надеюсь... А я тебе оставил возможность для реванша на следующий раз, понимаешь? В следующий раз можно позвать еще кого-то, что втроем, если он единственное скажет, знаешь, что зарубается, а то у нас все ж, блядь, не зарубаются, когда приходит момент. Вон Артем только что подходил, он во всем зарубается. О, вот, можно будет с Артемом. И тоже без понтов. Можно будет с Артемом. Друзья, если вам заруба понравилась и вообще формат такого видео, пишите в комментариях, ставьте лукас, бейте в колокольчик, подписывайтесь на Юру, ссылочки все в описании. Ссылка на наши каналы в описании. Пока-пока.